Сула святкуется на другой день. Велико дня удельники у национальных костюмах с танцами и под хуки обрадовых песен, некольки километров пешу, идуть за одной вёски в другую. Старожит на обрату. Г этой мясовости проводили перед надыходом лета. В селе они просили про добрый ураджай, кабни бил гром и не было пожаров. Так ладно, до 1967 года, обратно бытовал, как живая традиция. Его проводили мясовые жихары, вёсок Гадичева и Марковичи. Потому что все мы славяне, и у славян есть такая традиция ходить на свято один до одного в гости. Так и это обратно. Убачить его на свои вочи и зафиксовать, приехали историки из областного центра. По их словах, при отраджении традиции главная это наявность переемников. Колеся роду дельников не только старожилы, а и молодое поколение. У Марковича это наученцы школы. В 90-х годах, минулого 100 года, тут почали цикавиться краезнауством. Дякуючи настауникам, обратно и отрымал другое житё. Дякую нашей школе, потому что она у нас с белорусским наклоном была. Я сама училась в этой школе. И как только началось проводиться это свято села, я принимала удел. И вот это часу не вельми цикаво. Пунктом пробытя подорожника устал Марковицкий сельский дом культуры. Тут их сустрели великодными куличами и святочным концертом. Дорогие подобные образы фиксованы в разных районах Гомельщины. Один из его аналогов – Ветковское похование стралы. У некоторых слов, не как сула, так и перекладается страла. Однако, когда Ветковская традиция выходит в список историко-культурной спадшины Беларуси, то Марковицкая по кульне. И это, бадай, одно из головных жаданий у старожилов вёски, якое молодое поколение выросло в особице. Ганна Ковалёва, Ихар Марышченко, телерадо «Кампания Гомель» с Гомельского района.